Физкульт, привет, друзья и ученики! Сегодня вы узнаете последние современные научные данные о креатине. Работает ли креатин? А если работает, то какая формула креатина лучше работает? Фосфатная, моногидратная, а может быть транспортная система? Почему и как работает креатин? И что нужно делать? Нужна ли фаза загрузки? Как грамотно принимать его? И узнаете вы это не от меня, а узнаете от ведущего профессора университета Кайзер-юниверсити, американского университета. Человека, который лично знаком был и работал с Виктором Николаевичем Силуяновым, бразильцем. Он сам спортсмен, он профессор, он тренирует, тренировал и наверняка будет еще тренировать огромное количество звезд мирового спорта. Начиная от Формулы-1, заканчивая боями без правил. Очень грамотный специалист. И сегодня я вам покажу часть интервью, лекции, можно сказать, которую мы записали специально для вас. А сейчас я предоставлю слово самому профессору Стефану Диазу. Это важно. И поэтому, когда идет гликолиза, это означает, что все креатин и фосфаты, они уже тратены. То есть креатин отделяется? Отделяется, да. И получается энергетический фосфат и свободный креатин. А это уже давно есть другой русский ученик, биохимик Николай Японович Волков. И у меня там был лекций с ним, у него много денег, там очень много знаю об его в мире. И он так это сделал и посмотрел, окей, тогда если это получается, означает, если мы добавим креатин, уже как питание. Мы же будем ресинтезировать все это. То есть прием креатина помогает? Помогает, конечно. Вот это объясняется. И это один из примеров, который доказывает, что помогает в этом процессе, потому что если нет, помогал, тогда креатин без смысла было. И уже есть более 10 тысяч статей. А сколько нужно тогда, ты посоветовавшись креатина в день? Все нормально. Тогда как креатин должен принимать? Самое главное, я очень много лет работаю с креатином и исследованием. Креатин это очень главный момент. Креатин только работает, если сделать первые фазы, которые сатурация, чтобы загрузка. То есть загрузка креатина должна? Очень важно. Если нет дела, загрузка будет примерно через 30 дней плюс, чтобы организм начал загрузить. А сколько должно быть дней загрузки? 5 дней, как советует производитель? 5 дней до 6 дней. 5-6 дней? 5-6 дней. По 20 грамм, да? Это зависит. Если человек примерно, как я, 82 килограмм, 20 достаточно. Если больше он, как у него, 25 до 30. До 30. Есть исследования, которые люди, которые занимаются американским футбором. Большие ребята. Очень большие ребята, они принимают 30 граммов креатин и принимают 6 дней, а потом после этого для меня достаточно 5-6 граммов в день. И даже если следовательно могу потом отправлять в ресторан, и посмотрели, 5 лет спортсмены использовали 10 граммов в день, и ничего плохого не случилось. И все, 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 все прекрасно. Это означает, но затем еще еще момент. Когда сделана загрузка с креатином, надо биться соком. Надо бить какие-то сладкие. Ладно. Банан с сахаром можно? Банан не очень. Надо какой-то сок сладкий. Ага. Почему? Просто с сахаром ботируется? Либо сахаром, да. Потому что спрос получается. Если ты принимаешь без сахара, чуть организм держит, а чуть может быть потерять. А если тогда с сахаром, тогда идет такой, у нас есть гормон инсулин, который регулирует глукозу. И тогда получается сахар, минороглукоза в крови. А инсулин будет все это транспортировать и помогать, чтобы он в клетке именно в мышцы попали. А лучшее время тогда для приема? Когда? Или не важно? Посмотри. А тогда что мы сделаем? Державая нагрузка, надо разделить это в 4 раза в день нагрузку. 10 грамм? Нет. Нет, когда загрузка? Загрузка. Загрузка сделаем, допустим, утром, днем, вечером и ночью. И сделаем примерно 3-4 часа между пленом. Между пленом. Да. И тогда сделаем 5-6 дней. Да. 5-6 дней. А после этого можно 10 граммов, тогда лучше, за час до тренировки, 5 граммов и 5 после. Сразу. Это особенно. Отлично. Спасибо. Хорошая информация. Мы это знали, но научно это не было. Да. Теперь я понимаю. Да. А еще такой вопрос такой. Сейчас еще один момент по креативу. Я тоже по креативу. А сколько тогда должно быть сахара? Сколько сока? Стакана достаточно? Стакана достаточно. И одна ложка сахара, да? Одна с половиной. Одна с половиной. Да. Одна с половиной. Но если люди хотят набрать масло, понимаете? Если для женщин это необычно, они не хотят, потому что, запомни, креатив будет тоже помогать держать воду, воду. Но это очень хорошо, чтобы это не хватает. Это хорошо, чтобы это хватает. Может, сильнее становится. Это все доказано. Люди будут набрать вес, но затем надо узнать. Если люди очень хорошо похудут, много похудут, тогда нет для ничего нет. Ну да, конечно. А еще вопрос. Я про креатив знаю уже, наверное, лет 15, если не 20. Да. И была такая фишка, что нужно принимать его с кока-колой. С кока-колой? С кока-колой. Нет? Почему кока-колой? Потому что сахар. Да, да. На самом деле это не кока-кола. Конечно, люди принимались с водой, не получили результат. А с кока-колой? Да. Потому что не кока-кола, а сахар. Все правильно. Сахар. Это ключ. Тогда следующий вопрос. Креатин продается как минимум в трех вариантах. Моногидрат, фосфат и есть транспортные системы. Есть ли смысл тратиться на транспортную систему? Ведь она стоит в 3-4 раза дороже. Нет. Нет. В принципе, только если следовало не посмотрели, что примерно они работают однако. Они пока не могли посмотреть. Поэтому если идет чуть-чуть больше, давайте купишь просто моногидрат. Моногидрата. Моногидрата. Просто не 5, а 6 граммов и еще дешевле, чем он дешевле. И дешевле там. Хорошо. Есть эстресска. Моногидрата. У нас есть креатив, свободный креатив, а надо какие-то определенные закисления. А почему? Как доказано. Если посмотреть люди, которые работают, например, эндуренсом на вносливость. Друзья, надеюсь, вам нравятся ролики, нравится то, что я делаю для вас. Ставьте лайк, делитесь этим видео в своих соцсетях, пишите комментарии. Ставьте дизлайки, если что-то не нравится, пишите, с чем вы не согласны. Не пропустите. Будет очень много интересного. Стефан специально приезжает ко мне в зал Viron Religion, где мы снимаем ролики для вас. Мы подготовили огромное количество материала. Будет информация, как гипертрофировать мышечные волокна. И гликолитические, и окислительные. А вы знаете уже, что это огромный потенциал. Потому что мы с вами всегда тренировали только гликолитические. Окислительные волокна это такие же волокна. И они точно так же, как гликолитические, способны к увеличению. И если мы не будем над этим работать, мы, естественно, будем проигрывать. А если вы тренируетесь натурально, то любой сантиметр лишний на вашем теле будет сказываться. И все это будет показано с точки зрения теории и практики. Будем снимать видео в зале практически, как это делать. Также вы узнаете в роликах и о том, как увеличивать количество митохондрий и в гликолитических, и в окислительных волокнах. И будет еще очень-очень много интересного. Оставайтесь на канале Heavy Metal. Не забывайте вступать в мою закрытую группу ВКонтакте. Стоимость всего 250 баксов, но вы получаете пожизненное членство. И нас в группе уже 344 человека и ни одного недовольного. В группе отдельно парни, отдельно девушки получают новую программу тренинга на каждую новую неделю. Как раз таки рассчитанную по принципу периодизации, основанным на различном типе мышечного волокна. И не важно, верите вы в это или не верите. Важно то, что вы будете прогрессировать, вы не будете уставать, вы не будете упираться лгом в стенку. Вы будете давать организму отдых за счет смены режимов работы. И сохранять и улучшать свое здоровье, что может быть лучше. А также не забывайте приобрести мои книги. Их вышло уже две. Отдельно для девочек, отдельно для парней. Это серия книг «Фак фитнес». Почему она так называется, вы поймете, прочитав эту книгу. Взгляд и подход к тренингу кардинально отличается от общепринятого. И дает результат. Спасибо, друзья, что смотрите меня. Субтитры сделал DimaTorzok